Театральный сезон открыт Сразу несколько премьер ждут зрителей в Щелковском драматическом театре Первая уже состоялась А в Щелковской художественной галерее открылась выставка «Братьев Сидоренко» Яркие пейзажи порадуют глаз в холодные осенние дни В рубрике «Культ просвет» узнаем откуда, куда и зачем Шел Михаил Васильевич Ломоносов Любовь, книга, золотая Комедии Алексея Толстого в постановке актера театра и кино режиссера Игоря Письменова Открыли новый театральный сезон в Щелковском драматическом театре Надо сказать, что постановка – это результат труда не только творческого, но и организаторского Федеральная программа «Театры малых городов» стала настоящим подарком для тех коллективов, которые хотят и могут развиваться в профессиональном плане Так Щелковскому театру при поддержке этой программы удалось реализовать сразу три проекта Подробности далее Новые постановки, новые условия, новые задачи и стимулы В Щелковском драматическом театре уже 17 сентября открывается новый театральный сезон Новый театральный сезон в Щелковском драматическом театре начинается с премьеры Это комедия Алексея Толстого «Любовь, книга, золотая» Уже 17 сентября она предстанет перед глазами самых главных критиков и ценителей, зрителей Федеральный проект «Театры малых городов» создан для того, чтобы поддержать театральных деятелей, режиссеров, артистов Чьи постановки уже приковали внимание зрителей, но во многом сегодня именно небольшие муниципальные театры нуждаются в том числе в финансовой поддержке Субсидии правительства Российской Федерации предоставляются на поддержку деятельности профессиональных репертуарных театров По созданию новых постановок и показ спектаклей на собственной сцене, а также укреплении материально-технической базы Есть такой проект «Театр малых городов», который курирует партия «Единая Россия» Это федеральная программа, в которой 414 постановок в этом году будет и уже профинансировано за счет средств федерального бюджета И мне очень радостно, что наш русский театр, Татьяна Борисовна, Светлана Ивановна, вошли в эту программу и получили средства на то, чтобы осуществить постановку трех новых спектаклей Конечно, я не могу не сказать сегодня о том, что то доверие, которое оказало нам и Министерство культуры области, и Федерации для постановки этих спектаклей в рамках программы «Театр малых городов» просто так ничего не бывает Очень хорошо, что принята эта программа, потому что на сегодняшний день вот те декорации, которые изготавливаются, а это средства соответствующие, они другого качества Костюмы другого качества, мало того, что и фирма хорошо работает, вы это все увидите, когда придете На пресс-конференции в Щелковском романтическом театре говорили о новом, новом во многом Премьера, которую с нетерпением ждут все любители классики Комедия Алексея Толстого «Любовь книга золотая» – первая постановка приглашенного режиссера, известного актера театра и кино Игоря Письменного Житель Щелкова, он не раз бывал в Щелковском театре, и по признанию самого Игоря, приглашение поставить спектакль стало хоть и неожиданным, но весьма приятным Ведь поработать со способными и трудолюбивыми артистами – настоящий подарок для режиссера Когда поступило предложение, я бы, может быть, если бы я не знал этот театр, я бы отказался, потому что, ну, не зная актеров и в такое тяжелое отправляться путешествие Потому что пьеса непростая, на самом деле, очень непростая Она довольно-таки, ну, сложная, по большому счету, сложная Просто эти взаимоотношения, возраст, опять-таки, большое количество персонажей, время еще такое историческое Плюс, ну, много нюансов, костюмы, все, вот эта музыка, надо все это подобрать Поначалу кажется, что, ну, а когда ты погружаешься постепенно в это все, ты понимаешь, что ты как-то все дальше и дальше берега тебя Течение обратно тебя несет, поэтому без помощи актеру невозможно, потому что спектакль – это коллективное творчество Ответственность, трудолюбие, творчество – залог успеха любого дела А постановка и выпуск спектакля, как для режиссера, так и для актеров, сродни ожиданию рождения ребенка Это долгожданное и важное событие, которое выносят на самый строгий суд зрителя Во-первых, Алексей Толстый, что замок себе, автор, которого мы любим Во-вторых, я посчитала, я знаю давно эту пьесу Ее, кстати, не так часто ставят в театрах, потому что она не очень удобна в постановке Но если она попадает в хорошие руки, получается великолепный спектакль И самое главное, пожалуй, что эта пьеса сейчас очень актуальна Начали с комедии, закончили траги комедии Спектакль в двух действиях с антрактом Комедия Алексея Толстого, «Любов книга золотая» – одно из произведений русской классики К которому пусть не часто, но все же обращаются режиссеры-постановщики С успехом показали в Щелковском драматическом театре В центре событий молодая княгиня, крестница Екатерины Великой Которой царица подарила любопытную книгу, повествующую о любви Такая литература вызвала бурю эмоций не только у молодой княгини, но и ее стареющего мужа Который рад бы избавиться от провокационного подарка, да не может Княгиня все в доме переделывает на изящный манер и жаждет любви Между тем в имение пребывает молодой адъютант императрицы Между ним и княгиней вспыхивает чувства Это чувство не остается незамеченным Императрица уязвлена увлечением молодого фаворита И решает проучить своенравных влюбленных Зритель постановку оценил и более того, явно одобрил Перипетии, да и только Такой тизер вполне уместен Ведь пьеса, а точнее комедия Хотя жанр автором обозначен, впрочем, все же комедийность здесь весьма условна Режиссер и это подчеркивает Постепенно превращая фарсовость и легкость ситуации В довольно драматическую развязку Муниципальный театр нашего района, конечно, заслуживает похвалы и низкого поклона В первую очередь от зрителей, от благодарных зрителей И надеюсь, что еще две премьеры детских спектаклей Нас не разочаруют, а только порадуют Младцы, все хорошо и интересно С удовольствием посмотрели, вечер удался Видно, что повышается их мастерство С каждым разом становится спектакль все интереснее и интереснее Все понравилось И атмосфера в театре и перед началом И сам спектакль, актеры, по-моему, просто блестящие Актер театра и кино, а в данном случае еще и режиссер-постановщик Игорь Письменный подчеркнул Этот спектакль стал действительно волнительным Как-никак премьера И ему, как режиссеру, видно Насколько сегодня Актерам удалось воплотить режиссерский замысел Сколько было волнения и переживания В общем, я считаю, что молодцы Молодцы Все равно было волнение Кто-то что-то Но все справились Ну и зритель, по-моему, тому главное подтверждение Никто не ушел Вот это очень важно Потому что, когда неинтересно, люди могут В антракте Для чего делается антракт? Чтобы проверить Хорошее произведение Ну, там, спектакль или нет Потому что в антракте кому не нравится Те сбегут Вот А если люди досидели и аплодировали Аплодировали еще как История явно тронула зрителя до глубины души То, что порой нам кажется таким понятным Здесь показаны силы искусства Премьера спектакля «Любовь. Книга. Золотая» Наконец-то состоялась в Щелковском драматическом театре Актеры и режиссер получили заветные аплодисменты И, конечно, эмоции зала Которые сегодня сами щедро дарили Сами артисты в день премьеры Несомненно волновались Волнение, как и положено любопытному зрителю Откровенно не узреть Однако исполнители ролей все же рассказали Как готовились и вживались в образы Погружались в эпоху Вообще, это наш первый такой опыт У нас не было таких спектаклей Именно эпоха 18 век Костюмы, образы То есть мы первый раз в таком костюмированном спектакле Принимали участие Это было очень интересно Ну и сам текст интересен Обороты речи Конечно, все это необычно Текст, поведение персонажа совершенно другое Костюмы, музыка Все это Да, это вот Ну, это другая эпоха, другое время Всегда, когда репетируешь И зал пуст Это твои эмоции Твои ощущения А когда в зале появляются зрители К нашему счастью Их был сегодня полный зал Конечно, ты подзаряжаешься еще и от зрителей И сразу эмоции в сто крат Гораздо сильнее Мне было безумно работать интересно Над этой очень мудрой, очень сильной Не русской по происхождению Но русской по духу женщины И я очень счастлива И горда тем, что мне доверили такую роль Новые постановки, новые перспективы И новые спектакли Так, для коллектива Щелковского драматического театра Сегодня, впрочем, как и всегда Остается несколько главных задач Профессионально расти Развивать материально-техническую базу И творить, творить, творить На радость зрителям и жителям Щелковского района Ну а в Щелковской художественной галерее Также активно развиваются творческие проекты Совсем недавно из Щелкова в Хемер Увезли картины, написанные как российскими, так и немецкими художниками Выставку с символичным названием «Дружба» увидят теперь жители Хемера Ну а что увидели, мы расскажем и покажем далее «Дружба крепкая» В Щелковской художественной галерее Представили картины художников Из немецкого города Хемер И щелковских художников Побратимские отношения между немецким городом Хемер И городом Щелково продолжаются Крепнет дружба, в том числе Благодаря подобным выставкам В Щелковской художественной галерее Представлены работы как российских, так и немецких художников Объединены они одной темой Дружбы Не просто дружба, а взаимопонимание Ведь кто, как не художники, способны вдохновиться и почувствовать красоту природы, архитектуры? Работы на выставке, посвященной 25-летию по братинских отношениях, были объединены темой дружбы. Мы здесь в честь 25-летнего юбилея наших дружеских отношений. В этом году очень много мероприятий по этому поводу. Был обмен спортсменов, пришли школьники, были наши художники здесь. И ваши художники российские еще приехали к нам в Хеймер. Нам хотелось очень многим людям рассказать о наших отношениях, что это значит для нас. Потому что это важно, что люди друг с другом общались. Они знают, что хеймерцы думают, как мы думаем, что такой живой обмен был. А чем обменяться? Эта культура, конечно, в этом играет очень важную роль. В принципе, каждый художник имеет свой взгляд на вещи. Например, Саша Беклова, когда мы с ним гуляем через городов, он много вещей увидит, которые мы не увидим. Например, там одна картина, диалог, который в церкви там происходит. Это мы не видели, это только он видел. И немецкие художники, они очень любят природу, экологию. И видно в их картине, например, там такое окно, а вокруг его там тиски. И тоже состоится диалог какой-то, потому что Саша Беклова знает, что немецкие художники очень любят животные, например. А мы же вместе посетили замок Альтина, это недалеко от Рема. И вы очень много работы о этом видите. Он специально нарисовал такой замок Альтина. А там свинный тоже. Это как-то привет российских художников к немецким художникам. И действительно, так уникален взгляд художника, его понимание и представление. Пленэр, это рисование на открытом воздухе, когда природа собственными красками, игрой цвета и света позволяет живописцам создать отличные пейзажи, на этой выставке, кажется, именно работы, выполненные на природе, особенно завораживают. Так из России посетить и увидеть Хемер и близлежащие города Германии приезжают художники из Щелковского района и Московской области. А к нам, в свою очередь, приезжают художники из Хемера. Мы получали друг от друга обоюдное удовольствие. Ну, они просили иногда поправить их работы. Берешь уже кисточку, акварель и показываешь, как это. И рассказываешь определенные некоторые секреты, которых они, естественно, не знали. Сабина Дунш уже четыре года является заместителем председателя объединения художников города Хемер. Ее работы также можно было увидеть на выставке «Дружба». Конечно, я считаю, что и эта выставка послужит укреплением дружбы, и вообще искусство, и наша дружба. Потому что мы очень счастливы подружиться еще и с людьми, не просто как с художниками, да, с великолепными художниками, но они еще и прекрасные люди. Александр Беглов и Владимир Стригер. Вот, и все остальные, которых люди. Поэтому мы приглашение с большой радостью приняли и приехали сюда тоже, и очень рады видеть наших друзей. И эти картины замечательные. Нужно сказать словами Дюрера, немецкого художника, он говорит, когда ты закончил учиться, нужно обязательно путешествовать. То есть это его такое... И я вспоминаю его, я как-то вот понял, что нужно еще смотреть, смотреть, смотреть. Смотреть и видеть красоту городов природы удается и химерским, и щелковским художникам именно благодаря дружбе, которая, как известно, объединяет города и сохраняет мир. Там же на днях открылась выставка братьев художников Сергея и Максима Сидоренко. Это невероятные по насыщенности и яркости работы, на которых перед глазами предстают пейзажи Крыма, итальянских городков и других мест, в которых побывали живописцы. Выставка продлится до 8 октября, так что рекомендую убедиться лично. Порядка 60 работ привезли в Щелковскую художественную гулярею братья-художники Сергей и Максим Сидоренко. Их жизненный и творческий путь начался в Симферополе, откуда они позже переехали в Москву. Здесь окончили Московский государственный академический художественный институт имени Сурикова. После окончания братья совершили творческие поездки. На картинах, представленных на выставке, изображены любимые места художников, как южные регионы Италии, Венеция и, конечно, Крым. Сейчас братья живут в Подмосковье, продолжая рисовать и путешествовать. Их живопись легкая, подвижная, с насыщенной фактурой мазка, густая, свободная, энергичная и экспрессивная. Это такая яркая физическая живопись, живопись с репенсами, с эффектами природы. Поэтому здесь это все отражено. Сами братья признаются, жизнь в южных регионах действительно насыщена яркими красками, а соответственно эмоциями, что не могло не отразиться в работах. Жизнь в Крыму, конечно, накладывает свой отпечаток, но в основном это цвет ощущений и светоощущения, которые были заложены нашими преподавателями в училище. Потому что любой ребенок, он мир воспринимает светло и искренне и чисто. А потом, соответственно, в процессе учебы ему преподаватели преподносят какие-то законы живописи, цвета, света, колорита. И тем самым, выезжая на многочисленные пленеры по Крыму, начиная от Керчи, заканчивая Севастополем и Багчисараем, то есть цветовая палитра, именно южная, она привнесла, конечно, огромный вклад в наше творчество дальнейшее. При взгляде на художников братьев Сидоренко невольно возникает ощущение, что они и похожи, и в то же время совершенно не схожи. Внешне, впрочем, как и в творчестве. Хотя, как признается Максим, разность взглядов иногда даже помогает. Чему-то, я думаю, я учусь у брата, поглядывая, допустим, как он компонует, как он берет какие-то цветовые отношения. Возможно, не исключено, что это обычно нормальный. Да, да, это постоянно, это как бы всю жизнь. Несмотря на то, что ты там окончил какие-то учебные заведения, все равно ты в процессе обучения находишься постоянно, все время. В художественной галерее выставка продлится до 8 октября. Спешите посмотреть. Он жаждал знаний, стремился учиться. Как гласит история, пешком пришел в Москву. Разработал проект Московского университета, названный позже в его честь. Вы, наверное, поняли, о ком я. Если нет, смотрите Культ Просвет. Откуда, куда и зачем шел Михаил Васильевич Ломоносов? Да, с Архангельца в Москву учиться. Знаю, знаю, это ученый, великий, Михаил Ломоносов. Так, в честь его, или как, основатель он этого, МГУ-то, да, да. И мы еще тогда, ну тогда ученые другие были, все равно мы слушали, а как же вот такой мальчик шел, сколько он там переживал, и все-таки выйдет какой талантливый. Шел из Архангельска, или даже области, в Москву поступать, учиться. А что он сделал? То есть открытия его какие-нибудь, знаете? Ну, большие открытия, да. В областях каких примерно? Ой, во многих. По-моему, в химии, в физике, в строительстве вообще. Много открытий по химии. По-моему, физика у него, в общем, много наук. Так же писал стихи. Михаил Васильевич Ломоносов родился в 1711 году. Великий русский ученый, химик, физик, художник, историк, поэт и писатель, труды которого стали известны во всем мире, прославился в таких областях знаний, как астрономия, геология, приборостроение, география и многих других. Родился он в селе Денисовка, Архангельская губерния, в зажиточной семье. С ранних лет любил выходить с отцом в море, и плавание оказали влияние на формирование представлений юного Ломоносова о красоте природы, закалили его характер. Грамоте и чтению Ломоносову удалось обучиться еще в детстве. В возрасте 14 лет Михаил уже умел грамотно писать. Узнав, что отец хочет его женить, 19 лет решает бежать в Москву. Движимый стремлением к знаниям, он пешком приходит в Москву, где поступает славяно-греко-латинскую академию. Там жизнь Ломоносова очень трудна и бедна. Однако, благодаря упорству, ему удается за пять лет пройти весь 12-летний курс обучения. В числе лучших студентов в 1736 году он отправляется учиться в Германию, где изучает технические и естественные науки, а также иностранные языки и литературу. Начал собирать свою библиотеку, в которую вошли как античные авторы, так и современники. Для тех времен биография Михаила Ломоносова была весьма насыщенной. Он изучает множество наук, ставит опыты, выступает с лекциями. Даже при такой занятости у Ломоносова остается время на сочинение стихотворений. В 1742 году Ломоносов был назначен адъюнктом физики в Петербургской академии наук, а через три года стал профессором химии. Вклад Ломоносова в такие науки, как физика, химия, география, астрономия, минералогия, почвоведение, геология, картография, геодезия, метеорология очень велики. Литературное творчество Ломоносова содержит произведения на разных языках. Это история российская, трагедии Тамары Селим, Димафонд и многие другие стихотворения. В 1754 году он разработал проект Московского университета, названный позже в его честь университетом имени Ломоносова. Кроме того, краткая биография знаменательна открытием закона сохранения материи, написанием работ по теории цвета, построением множества оптических приборов. Большой вклад Ломоносов внес также в историю. Ученый создал «Краткий российский летописец с родословием», где описал главные события истории России с 862 по 1725 год. Это издание облегчило работу с историческими документами и стало очень популярно среди читателей. Смерть настигла Михаила Ломоносова в возрасте 54 лет. Умер великий ученый от воспаления легких и был похоронен на Лазаревском кладбище в Санкт-Петербурге в апреле 1765 года. На этом все. Я Лилия Тимеева, как всегда, желаю вам культурных выходных и будней. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова